2016 год выдался по-настоящему спортивным. Центральным событием стала Олимпиада в Рио-де-Жанейро, где отличились и одинцовские спортсмены. В нашем районе прошло немало событий с пометкой «Спорт» о чемпионах и чемпионатах 2016 года в программе «Время спорта» прямо сейчас. В 2016 году Московская область стала лидером среди регионов по числу проведенных состязаний всероссийского масштаба. По сообщениям пресс-службы Министерства физической культуры и спорта, в Подмосковье прошли 1375 соревнований, многие из них на территории Одинцовского района. Центром притяжения для спортсменов был и остается спортивный парк отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. Именно здесь в ноябре состоялся масштабный марафон «Живу спортом», к которому присоединились спортивные школы, объединения и просто любители активного образа жизни. Соревнование проходило по заданной дистанции с преодолением препятствий. Прочувствовать в полной мере настроение и динамику состязаний можно, только очутившись на дистанции. Первый испытательный рубеж – пирамида. Взять высоту удается не с первой попытки, однако ребята стараются там, где команда будет успех. Далее испытания на меткость. От каждого по одному выстрелу и снова в путь. На этот раз в Грусье задача пройти на вытянутых руках. Команда из Одинцова блестяще справляется с заданием. На каждом испытательном рубеже присутствует инструктор и спасатель. Дистанция сложная – это и спуски, и подъемы 5 километров по лесу, который 4 ноября был по-зимнему сказочным. Ажиотаж, который мы испытали в начале, он превысил все наши ожидания. И регистрацию уже открыли в считанной дне. И будем делать подобные мероприятия традиционными, не только раз в год, посмотрим разнообразие. Мы все наши массовые старты будем проводить под лозунгом «Живу спорта», приглашаю всех неравнодушных людей, приходите в наши площадки, занимайтесь спортом, живите спортом. Еще одно неожиданное испытание – колючка ползком по земле навстречу новым приключениям. Команда из Звенигорода этот рубеж преодолела неожиданно быстро. Ближе к финише участники прибавляли скорость. У девятого рубежа под названием «Сетка» скопилось сразу несколько команд. До финиша считаны метры, а на пути – стена. Для участников марафона теперь уже нет непреодолимых преград. Это доказала команда одинцовских волейболисток, бежавших под номером 59. Было очень сложно, потому что по холоду бежали. Очень много народу, там постоянно столпотворение. Но все равно это очень весело и очень круто. На финише каждому марафонцу медаль на память и сертификат об участии. Всего в соревновании «Свои силы» испытали более 200 команд из Москвы и Московской области, живущие спортом. 2016 год был олимпийским. В состав сборной команды России вошли и подмосковные спортсмены, которые принесли в копилку 16 медалей – 8 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Как всегда, на высоте были фехтовальщики. Отлично проявили себя спортсмены в вольной борьбе, гандболе, художественной гимнастике и стрельбе из лука. Герой нашей программы, борец горе-коримского стиля Сергей Семенов, выпускник одинцовской спортивной школы стал бронзовым призером Олимпиады. Причем для Сергея выступление в Рио было дебютным. Год назад он отличился на международном чемпионате, где завоевал серебряную награду. Вот как описывал Сергей свои планы на Олимпийский год. Олимпиада 2016 год, Рио-де-Жанейро, сейчас все устремлены туда, и вы в том числе. Да, все верно. Ну, ваше вот сейчас состояние, какой вы полны сил, энергии для того, чтобы... Состояние, готов выступать за отбор, на Олимпийские игры. Буду делать все, что возможно, чтобы туда попасть. Не отстают от Олимпийцев и Одинцовские раперисты. Григорий Семенюк, воспитанник Одинцовской детско-юношеской спортивной школы по фехтованию на Рапире, в 2016 году выиграл серебро на юниорском первенстве России, завоевал золото в команде на первенствах России и Европы, а также серебряную медаль этапа Кубка мира. Затем была победа в Лондоне на очередном этапе Кубка мира, где Григорий заработал бронзовую награду в составе сборной команды России. В 2016 году Одинцово вновь посетил известный мастер каратэ Масау Кавазои. Сенсей больше 20 лет работает с Федерацией традиционного каратэ России. Знаменитый японец провел мастер-класс для одинцовских спортсменов, а также гостей из разных регионов. Я уже больше 20 лет работаю с Федерацией традиционного каратэ России, часто приезжая в Одинцово. Это плановая работа по повышению базового уровня инструкторов и учеников. Гармоничная база – залог успеха в каратэ. Об этом сенсей не перестает напоминать своим ученикам. Его руки быстрые, а удары ногами точные и мощные. Знаменитый японец входит в десятку сильнейших сенсей мира. В 1994 году, когда была образована Федерация традиционного каратэ в России, Масау Кавазои стал ее главным техническим инструктором. В свои 71 год он полон сил и желания делиться опытом с россиянами, которые отвечают взаимностью и показывают высокие результаты на международной арене. К примеру, в прошлом году на чемпионате в Италии мужская команда взяла золото в ката. Мы стараемся, чтобы наши инструкторы имели высшее образование в области спорта и физической культуры. Потому что все-таки я считаю, что это очень важный момент – профессиональная деятельность. Такого рода мероприятия всегда дают шанс тем, кто действительно желает продвинуться вперед, научиться скопировать лучшие аспекты, которые позволили бы в спортивном совершенствовании двигаться вперед. В 2016 году свое 15-летие отметил волейбольный центр Московской области. Организация была создана для поддержки команд «Искра» и «Заречья Одинцова». Позже к ним присоединились волейболисты-пляжники. За 15 лет команды центра становились чемпионами России, призерами первенства и Кубка страны, брали трофеи и медали в европейских кубковых турнирах. Волейбол в Одинцово – это не просто спорт. Это большая семья, в которой есть место и ветеранам, и молодежи. Свою историю волейбольной команды Подмосковья ведут с 80-х годов прошлого столетия. А 15 лет назад им в помощь был создан волейбольный центр Московской области, у истоков которого стоял знаменитый спортсмен и тренер Юрий Чесноков, рулевые Одинцовских команд Сергей Цветнов и Павел Матиенко. Цель – популяризация и продвижение волейбола. Поддержка команд, создание системы воспитания собственных спортсменов, а это база, тренеры, финансовая составляющая. Волейбольный центр Московской области объединяет не только молодежные и взрослые команды, спортивные школы, но и пляжный волейбол. В этом году подмосковные пляжники Анастасия Барсук, Мария Прокопьева и Илья Лихолетов выиграли Кубок России. Его торжественно вручили на дни рождения центра. Правда, сделали дубликаты, чтобы у каждого из спортсменов был свой спортивный трофей. Спортсмены не то, что обижаются, но как-то расстраиваются, что Кубок один и двоих дают. А где его хранить, непонятно. Мы решили Кубок продублировать в разрешении Федерации, поэтому получаем второй Кубок практически, чтобы у каждого он был по награде. Спасибо. Поздравляю. В праздничный день знаками отличия Министерства спорта Московской области были отмечены волейболисты и тренеры. Отдельная благодарность сотрудникам и ветеранам спорта, которые продолжают работать на благо подмосковного волейбола. Среди них бессменно ведущий матч Юрий Соколов, а также Валерий Панченко, Вячеслав Секретарев, Сергей Гранкин, Александр Смирнов, Михаил Бикетов. И, безусловно, тренеры Сергей Алексеев, Петр Кобрин и Вадим Панков. Сюрпризом вечера стали поздравления от бывших игроков команд «Искра» и «Заречья Одинцова». Привет от Тараса Ахтея, благодарность за сотрудничество и теплый прием от Любови Соколовой. Хочу пожелать волейбольному центру и команде «Заречья Одинцова» финансового благополучия, громких побед и полных трибун. Привет вам из Казани. Хотим поздравить вас с 15-летием, пожелать вам здоровья и успехов. Выражаем благодарность за годы совместной работы. Мы рады, что мы были с вами одним целым и всего вам самого-самого наилучшего. В 2016 году Одинцова принимал турнир ночной хоккейной лиги. На арене Ледового дворца собрались команды, которые не мыслят своей жизни без хоккея. Ночная хоккейная лига с каждым годом пополняется новыми командами, растет и развивается. В соревновании в Одинцово открывали первые лица отечественного хоккея – Александр Якушев, Вячеслав Этизов и министр спорта Московской области Роман Терешков. Жители и гости Одинцовского района уже привыкли. Оживление в фойе Ледового дворца – жди знаменитых гостей. И они действительно прибыли. Бойцы мировых ледовых арен – Алексей Морозов, Владимир Мышкин, Андрей Коваленко, Игорь Мишуков, Виталий Прохоров, Александр Голиков. Звездная хоккейная дружина перед открытием сезона с удовольствием раздавала автографы и комментарии. Уже и девчонки в майках ходят, которые занимаются хоккеем. У нас хоккей сейчас женский развивается в стране. Поэтому, чтобы те игроки, кого они сегодня увидят, легенды наши прославленные, чтобы отложилось у них память, и они стремились стать такими же, как наши великие прославленные мастера. К открытию подмосковного этапа ночной хоккейной лиги подготовка шла основательно. Даже форму, по словам организаторов, шили под предстоящий голоматч с участием звезд отечественного хоккея. Любители и мэтры сошлись на льду, дав старт к крупнейшему хоккейному событию в Подмосковье. Уже взрослые мужики сейчас больше времени проводят на спортивных площадках, они тренируются, они играют. И меньше времени у них уже остается на других, какие-то негативные вещи. Мы счастливы с Александром Сергеевичем, что мы с президентом нашей страны. Мы создали эту лигу, ввлекли в процесс всех звезд легенд нашего хоккея, которые ездят перед днем, встречаются с людьми, участвуют в продвижении лиги, в развитии ее. Наконец, финальная часть на галлах фестиваля в Сочи, в Олимпийской столице. Популяризация хоккея и здоровье нации – две основные задачи, стоявшие перед создателями российской ночной хоккейной лиги, уже притворяются в жизни. К лиге примыкает все больше команд. В этом году за главный трофей состязания «Кубок Крутого» поборется 55 подмосковных любительских дружин. Каждый год, 31 декабря, спортсмены Подмосковья выходят на Манджосовскую лыжню. Этот год стал особенным. Впервые за историю соревнования, а проводилась гонка уже в 48-й раз, стараниями активистов и спортсменов память о деятельности Николая и Виктора Манджосовых была увековечена. В спортивном парке отдыха имени Ларисы Лазутиной появилась табличка с именами Одинцовских сподвижников спорта. А в городе Одинцово теперь есть улица Манджосовых. 48-я Манджосовская гонка запомнится не только рекордным по числу составом участников, но и символическим открытием сразу двух связанных с нею объектов. Улицы имени Манджосовых и памятной доски, посвященной основателям этой знаменитой спортивной традиции. Я уверен, что Николай Демрадзеевич и Гитар Демрадзеевич гордились за нашим спортивным парком. И именно на светом месте, где мы в Росква, они как театр проходили свою жизнь. И именно они сделали это место в пунктах. Новогодняя гонка – одно из старейших и самых известных зимних спортивных событий Московской области. Участие в нем хотя бы раз стремятся принять любители лыжных гонок со всей России. По традиции, в канун Нового года первыми на старт выходили самые юные спортсмены. Манджосовская гонка не имеет возрастных ограничений, и молодые лыжники всегда становятся одной из наиболее массовых категорий. Это лишь часть спортивных событий, которыми запомнился 2016 год. Впереди победы, открытия и новые высоты, которые предстоит взять единцовским спортсменам. Будьте в форме и находите время для спорта.